Блестящее будущее страны. Во Дворце культуры имени Сергуар Джанекидзе состоялось традиционное награждение золотых медалистов-выпускников. В этом году в городе их рекордное количество 192 человека. Амбициозные, активные, уверенные в себе. Каждый из них уже выбрал свою стезю и уверенно движется к цели. Подробнее о празднике и золотых планах ребят в сюжете Евгении Солохудиновой. Красивые, молодые и перспективные золотая молодежь в Дворце культуры имени Сергуар Джанекидзе сегодня собрались лучшие из лучших. Отличники учебы и медалисты 2017 года. Очень радостно, очень волнительно. Хочется опять увидеться со всеми своими одноклассниками и снова пережить все радостные моменты лицейской жизни вместе. За каждым успехом стоит огромнейшая работа, огромные нервы и огромные жертвы. 11 лет постоянной работы, бессонной ночи. Сегодня ребята получат свои заслуженные медали. К этому дню каждый из них шел долгих 11 лет. Анастасия Арестова отличница с первого класса. Говорит, череду экзаменов пережила довольно легко и сейчас активно готовится к поступлению в Казанский нефтегазовый университет. Но это в перспективе, а сегодня девушка просто наслаждается праздником. Все настолько торжественно и все так классно, что просто чувствуешь какое-то неимоверное такое воодушевление, радость от того, что мы все сегодня тут собрались. Родные и близкие пришли поддержать Настю. Они признались, сами до сих пор не могут поверить в то, что их девочка так быстро выросла. Пока у нас это еще где-то пока далеко от этого. И папа ей сказал, что Настя, не верь никому, что детство окончилось. Детство у тебя еще продолжается. Вот с сестренкой вместе. Результаты ЕГЭ выпускникам еще неизвестны, но с тем, куда будут поступать, многие уже определились. Александр Етлук, например, пойдет в медицинский. И на это у него две причины. Во-первых, есть на кого равняться. Заведующим амбулаторным хирургическим отделением во второй поликлинике медсанчасти работает его отец. А во-вторых, однажды в детстве врачи спасли ему жизнь. Как-то я пневмонией болел, лежал в больнице. Если бы не врачи, я бы помер просто. Вот и все. Фотосессии, поздравления, цветы. И вот, наконец, наступает время для самого торжественного момента – награждения. Количество медалистов в этом году в Магнитогорске рекордный. Их 192. Это на треть больше, чем в 2016-м. По традиции, девочек – отличниц в 4 раза больше, чем мальчиков. Лидером по числу золотых выпускников стал академический лицей. Там медалистов в 19. Ну, а вас хочется поздравить с окончанием школы, вас хочется поздравить с новым жизненным этапом, ну и пожелать вам счастья, наверное, в вашей жизни и удачи. Сегодня самый лучший день в вашей школьной жизни. Вы закончили очень трудный этап единых государственных экзаменов и закончили его просто великолепно. Перед вами открываются большие перспективы. Уверена, ваш талант, ваша энергия, ваши способности будут востребованы в будущем. Творите, дерзайте, мечтайте и не останавливайтесь на достигнутом. К этому дню ребята готовились особенно, покупали наряды, делали прически. Пришли даже те, кто идти практически не мог. Одна из выпускниц накануне сломала ногу. Аплодисменты каждому, кто выходит сегодня на сцену. Ребята получили свою первую государственную награду. Аттестат с отличием и, конечно, уверенность в своих силах. Ведь кроме отличных знаний, у них теперь есть дополнительные баллы для поступления. А значит, для них открыты двери лучших вузов страны. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.